Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Сегодня предлагаю обсудить подготовку будущих деятелей искусств и преподавателей музыки. Присоединяйтесь! Татьяна Ивановна Пузыренко, директор колледжа искусства имени Соколовского. В 1994 году окончила Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины по специальности «Биология». Первое место работы – средняя школа номер 5 города Гомеля. Более 10 лет преподавала биологию и химию, была заместителем директора по воспитательной работе 67-й школы, работала в отделе культуры Гомельского горысполкома. В 2007 году возглавила отдел культуры администрации Центрального района Гомеля. В 2012 году назначена директором колледжа искусства имени Соколовского. Свои вопросы Татьяне Пузыренко вы можете задать позвоним по номеру телефона в Гомеле – 340-043. Сообщение можно отправить в Вайбер. Номер – плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Татьяна Ивановна. Добрый вечер, Ольга. В эти дни 100-летний юбилей отмечает комсомольская организация. Татьяна Ивановна, а вы были в комсомоле? Да, с удовольствием вспоминаю эти годы. Это юность. Комсомол научил нас быть ответственными, отвечать за свои поступки, самостоятельно принимать решения. У нас много друзей, связанных с нашей юностью, с деятельностью в этой организации. И не зря многие люди, в том числе и я, мы храним свои комсомольские билеты. Ну, потому что приятно, наверное, вспоминать это время. Да, наверняка. Я думаю, что человек, лишенный творческих амбиций, такой, как ваши учащиеся, не выберет такой путь, как его выбирают ваши учащиеся. Вы понимаете ваших ребят и их стремление? Вам хотелось самой в юности стать известной? Очень хороший вопрос. Я когда-то хотела поступать в культпросветучилище в Могилёв. И меня отговорили, ну, наверное, потому что я хорошо училась, занималась музыкой. И сказали, что, наверное, не самый лучший вариант. Ну, вот видите, судьба привела меня всё равно в культуру. Вот. И всё равно мне очень приятно именно общаться с людьми отрасли культуры. Ну, так судьба сложилась. А про амбиции наших учащихся. Во-первых, сталкиваясь с людьми творческими, людьми культуры, надо отметить, что это очень большой труд. И амбиции наверняка приходят потом, когда начинает что-то получаться. Но пока это школа, СУЗ. Это большой труд для того, чтобы достичь каких-то хотя бы навыков, научиться самостоятельно заниматься на инструменте, составлять программы, заниматься хореографией. Вот. Это скорее не амбиции. Это труд. И когда у человека есть к этому склонности, есть стремление, они любят своё дело. Когда начинает получаться, можно тогда говорить уже, видимо, об амбициях. То есть на наших учащихся вот это пока не распространяется. А вы играете на каком-то музыкальном инструменте? Я закончила музыкальную школу по классу фортепиано. Но, как все мы, комсомольцы, у костра и гитара, общались весело, дружно. Но с возрастом понимаешь, что для того, чтобы действительно самореализовываться, нужно выбирать что-то одно. Потому что во всех областях одинаково хорошо себя чувствовать невозможно. Потому что надо действительно много над собой работать. И когда я понимаю, как надо играть на фортепиано, чтобы увлечь людей, как надо играть на гитаре, чтобы это было интересно даже не простому слушателю, а людям, которые что-то в этом понимают, ну, наверное, не совсем есть сейчас для этого время. Для себя, для близких, на каком-то мероприятии нет соблазнов выступить? Ну, наверное, если вот очень захотеть, то можно. И вот вспоминаю, были смотры художественной самодеятельности среди работников госаппарата. Обязательно участвовала всегда, пела на сцене. И вот буквально даже в колледже у нас есть молодые композиторы, преподаватели, которых я очень стараюсь поддерживать, потому что они создают, они пишут музыку. И есть такой преподаватель у нас, Левченко Екатерина, она написала песню. Я когда-то, будучи начальником отдела культуры администрации Центрального района, попыталась ее исполнить. Об этом узнали. Вот и на ее вечере я исполнила вместе с ней. Ну, все хлопали, наверное, потому что директор вышел на сцену. Уже само по себе событие. Да, видимо, да. Ну, это было, наверное, не очень хорошо. Ну, так случилось, да. Ну, может быть, не так хорошо, как если бы вы были преподавателем просто в колледже. Наверное. Ну, я думаю, что неплохо. А директор колледжа – это скорее административная единица или в творческом процессе вы тоже принимаете участие? Я хочу сказать, что без творчества, наверное, не бывает никакой профессии. Человек, если он творческий, если в детстве развивали творчество в личности, в той или иной личности, ему проще работать и проще общаться с людьми. Если человек только занимается своим непосредственным делом, там, физикой, математикой или, там, хирургом, то, наверное, это будет немножко узко. Все равно для саморазвития человек читает книги, ходит в театры, занимается каким-то, да, действительно творчеством. И наверняка профессия директора – это такая профессия, должность, скажем так, да, то есть которая обязывает и психологом быть, и творческим человеком, ну, для того, чтобы правильно выполнять свои профессиональные обязанности. Наверное, где-то можно сказать, что руководитель хорошо, если он будет творческой личностью, хоть чуть-чуть. Ну, разбираться приходится это в предмете, а у вас предметы очень специфические, ведь это все-таки не технический колледж, не гуманитарный, а творческий? Творческий, да, я всегда учусь у преподавателей, спецдисциплин. Всегда очень интересно что-то понимать, что-то открывать для себя. Все знать, конечно же, невозможно. У нас 14 специальностей, естественно, не все можно знать и в хореографии, и в хоровой музыке, и в исполнительском мастерстве, в пении академическом. Но когда ты прислушиваешься к педагогам, они все мастера, и я сама у них учусь, и мне очень интересно. Поэтому очень люблю свою профессию. Как вы думаете, музыке и танцу можно научить любого человека или все-таки нет? Каждый человек, когда рождается, он уже талантлив. Да, это не я сказала, не я придумала. Но главное найти вот ту изюминку в ребенке, вот то зерно, которое можно потом развить. И если нельзя развить ребенка с точки зрения хореографии, то наверняка его можно развить с точки зрения теории музыки, музыковедения, или научить играть на каком-то инструменте. Способности есть. Главное обнаружить вовремя и развить. А развить способности надо вообще стремиться любого человека. Это всегда будет способствовать его дальнейшему продвижению в жизни. Если человек хоть раз стоял на сцене в своей жизни, то в жизни ему будет комфортно общаться с другими людьми, ему будет проще. Ну, смотря как прошло это выступление, какие впечатления, какие отзывы человек от этого получил. Сейчас как раз в продолжение предлагаю выслушать мнение Гомельчана о том, что могут дать подрастающему поколению музыкальные школы и спортивные секции. Обязательно. Конечно, нужно. Дети должны развиваться, а не сидеть дома возле компьютера. Обязательно нужно. С какого возраста? Ну, насколько ребенок здоров. Потому что если здоровье не позволяет, то рана даже может и опасно. А, наверное, где-то годам к 6-7. Я думаю, где-то с 6 лет уже нужно отдавать. С 6-7. Чем раньше, тем лучше. Обязательно. Я сама училась в художественной школе. Там были направления музыкальные, театральные. Я считаю, что для ребенка это прекрасный опыт, развитие. Свою дочку я обязательно тоже отдам. Ну, не как можно раньше, но где-то в 4 года. На танце как минимум, а потом в школе, наверное, на флейту. Нужно отдавать, если есть способность. А если нет, развивать ее. Обязательно нужно. Я занималась большим теннисом. Ребенок у меня тоже атлетикой, занимается спортом, футболом. Обязательно нужно. Как же без этого? Я только за. Будем, наверное, спортивную своего отдавать. Потому что на месте не сидит рисовать. Хочет, но все это делает очень быстро. Поэтому хотим спортивную секцию отдать, наверное. Может, на какое-то дзюдо, карате попробовать сначала. А потом посмотрим, что у него получится. Для того, чтобы их оторвать от этих злосчастных гаджетов, компьютеров и так далее, нужно отдавать спортивные секции, школы художественного какого-то профиля. Это нужно, чтобы дети росли, развивались. Вы смотрите «Диалог», директор колледжа искусств имени Соколовского. Татьяна Пузыренко сегодня у нас в гостях. Татьяна Ивановна, а что бы вы посоветовали родителям, когда и как начинать учить ребенка музыке, чтобы потом увидеть его на большой сцене? Для начала я бы посоветовала родителям просто, как можно чаще общаться со своими детьми. Ходить с ними на концерты, ходить в библиотеки, ходить в театры, водить и смотреть, самим наблюдать, к какому виду искусства ребенок проявляет наибольший интерес. Музыкальная школа замечательна. Можно отдавать любого ребенка, если есть хоть маломальский интерес. Один, два, даже три класса, если даже ребенок только начнет, все равно не оставит ребенка равнодушным, далее в жизни он будет наблюдать за своими какими-то результатами своей работы с другой стороны. То есть все равно творчество, оно помогает. То есть родители действительно правы, вот сейчас интервью давали, лучше как можно раньше детей отдавать все-таки в школу искусств. Я бы выбрала школу искусств скорее, потому что все-таки там работают профессиональные педагоги. А можно отбить любовь к музыке? Потому что занятия, ну, они же не всегда бывают интересными, но иногда это просто монотонное повторение, многократное, какого-то отрывка, это, конечно, ребенка не очень вдохновляет, может быть. И становится просто очень ему печально от его будущей судьбы. Я бы здесь тоже не делила школы и семью. Когда семья и школа работают в тандеме, когда родители интересуются жизнью своих детей, приходят на родительские собрания, приходят на концерты, стимулируют ребенка всячески, с ним занимаются вместе, водят их на какие-то интересные мероприятия, на концертные программы, опять-таки театральные постановки. И ребенка развивают сами, вместе со школой искусства, с педагогами. А понятное дело, что когда ребенок приходит в музыкальную школу, сначала он изучает музыкальную грамоту. И это не очень весело. Но опять-таки надо, чтобы ребенок понимал, что будет дальше. И опять семья должна помочь в этом. И учителю, и ребенку. Тогда будет результат. Колледж искусств ведет сегодня набор по 14 направлениям. Татьяна Ивановна, какова Ваша востребованность? К началу учебного года у Вас все места оказываются заняты? Да. У нас несколько лет подряд существует конкурс на некоторые специальности, такие как хореография. Два, два с половиной человека на место. Культурно-досуговая деятельность, два человека на место было. Да, у нас все места заняты. У нас, в принципе, к нам не приходят люди, которые совсем без образования. Люди ходят к нам на курсы, учащиеся. И мы видим уже, кто придет. Потому что просто с улицы к нам прийти нельзя. Хотя бы несколько классов образования или хотя бы прийти на курсы нужно. Для того, чтобы просто не потратить время зря. Потому что, конечно, были случаи, когда, проучившись там полгода, год, ребенок отчисляется, потому что он понимает, что это не его. Это сложно. Это сложно, потому что учебная часть, то есть учебный процесс, общеобразовательная дисциплина занимает всего лишь 30% всей деятельности учащихся. А у нас и концертная деятельность, у нас и учебная деятельность. И это очень все сложно. То есть физика, математика, биология, химия, география, русский язык, литература. Все дисциплины есть. И плюс еще спецдисциплины. И плюс еще концертная деятельность. Это очень сложно. Только человек, который действительно понимает, что это его, что по-другому он не может, что он занимается 4, 5, 6 часов в день любимым делом, и ему это приносит удовольствие, эти люди остаются. И, как правило, их подавляющее большинство. И уже в 6 часов утра стучат учащиеся на вахту, чтобы открыли и пустили их заниматься в класс. Просто так человека не заставить, не сказать, что современную молодежь не скажет, что вот иди, учись. Они сами идут. И вечером до 9 часов занимаются. Она совсем другая. Она во все времена отличалась от других людей. Просто так с улицы вы сказали, к вам обычный ребенок не поступит. То есть какая-то начальная подготовка уже должна быть. Как вы это проверяете? Хотя бы начальная музыкальная подготовка, хотя бы ноты. Ребенок должен знать. Обычно к нам обращаются хотя бы там за полгода до своего решения, осознанного, когда ребенок решил поступать к нам. Татьяна Ивановна, у нас есть звонок на линии. Давайте ответим, а потом мы к этой теме вернемся. Здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы уже в эфире. Добрый вечер. Мне очень приятно. Я включил телевизор и вижу Татьяну Ивановну. Это мой коллега по работе. Моя фамилия Свердлов. Мне очень приятно сказать несколько теплых слов в адрес Татьяны Ивановны и самого колледжа. Прекрасный творческий коллектив. Я так рад. Мне приятно об этом сказать, потому что я еле дозвонился до вас. Я уже думал, что у вас и не работает телефон. Но в двух словах я не могу сказать и передать. Но слова эмоций у меня просто перехлестывают. Такие прекрасные творческие коллективы, как хореографический народный ансамбль под управлением Валентины Прянишниковой. Прекрасный хор Барутенко Оксана. Великолепный коллектив. Вот сейчас недавно мы приглашали народно-цимбальный оркестр Владимира Иванова, который выступал на первом каноническом форуме вместе с профессионалами. Я могу много перечислять. Татьяна Ивановна, я горжусь, что я с вами соприкасаюсь в творческом процессе. И у вас прекрасные коллективы. Огромное им спасибо и вам процветания, удачи. И всем ребятам спасибо за прекрасную хорошую работу. Спасибо за звонок, Петр Иванович. Очень приятно, что вы нас смотрите. Такая оценка от такого профессионала. Она дорогого стоит. Спасибо, Петр Иванович, большое. Коллективы действительно очень замечательные. Каждый талантлив по-своему. Но все они действительно создают такой положительный имидж учреждению образования. И на протяжении многих лет это действительно такой центр культуры в городе и в области. И мне очень приятно, что я директор в этом учреждении. Я стараюсь всячески организовать работу так, чтобы этим творческим людям, этим достойным, грамотным, культурным людям работалось спокойно. И они занимались творчеством. У нас еще будет возможность познакомиться с преподавателями. У нас есть сюжет, и мы чуть позже его посмотрим. Но я хотела бы продолжить тему, которую мы начали. Татьяна Ивановна, что бы вы посоветовали ребятам, родителям, которые хотели бы связать свою дальнейшую жизнь с музыкальным творчеством или хореографическим? Как нужно готовиться для того, чтобы уже прийти во всеоружии и удивить преподавателей колледжа своими способностями и своей подготовкой? Ребята приходят к нам как минимум за полгода, иногда они раньше. В колледже развита система кураторства. То есть каждый педагог колледжа закреплен за определенной школой Гомельской области по своей специальности. И хотя бы раз в год или два раза в год педагоги выезжают в эти школы и работают с этими детьми. Помогают преподавателям, учителям школ, искусств. То есть такая преемственность школа, СУЗ и дальше ВУЗ. К нам тоже из ВУЗа приезжают педагоги, которые занимаются с нашими детьми, что-то подсказывают. Это очень хорошая система, которая сохранилась еще, наверное, с времен Советского Союза. То есть она есть, она сохранилась. И мы благодарны за то, что эта система помогает нам в работе. Преподаватели смотрят, преподаватели колледжа выезжают в школы, смотрят детей. Иногда мы проводим какие-то академические зональные концерты на базе нашего учреждения образования. Естественно, все эти дети, которые занимаются уже на профессиональной основе в школах, они видны. Но есть такие, как вы говорите, просто таланты, которые приходят с улицы. Был такой парень у нас, Александр Богомас, у которого практически один или два класса, это музыкальная школа, он все забросил, но он решил прийти заниматься музыкой, потому что, наверное, ему стало интересно. И педагог по контрабасу, Мазепин, взял его заниматься. Он стал в свое время лауреатом международных конкурсов, сейчас он учится в Московской консерватории. То есть вот есть и такие талантливые педагоги, такие, как Александр Андреевич Мазепин, и такие талантливые учащиеся, которые просто приходят с улицы. Наши педагоги готовы взять такого учащегося, если есть желание, если есть способности развивать их дальше и сделать то, что возможно. А вы нацеливаете детей, чтобы они продолжали обучение, получали высшее образование, или это, в общем, не обязательно? Ну, вообще, конечно, они понимают. Значит, в основном педагоги в колледже – это люди с высшим профессиональным образованием. И, естественно, каждый учащийся стремится подражать самому учителю, быть похожим на него. И потом мы всегда говорим, что в будущем, если вы захотите преподавать свою специальность, то учиться нужно сейчас, пока вы еще можете себе это позволить, пока не обременены семьей, детьми и так далее. То есть, ну, как правило, это так всегда и случается. Процентов 50 поступают наших учащихся на дневное обучение в высшее учебное заведение, в Белорусскую государственную академию музыки и университет культуры. Но сейчас как-то еще такая тенденция стала развиваться. Учащиеся наши стали оставаться в городе, работать в школах и поступать на заочную форму образования. Это университет культуры. Но, наверное, это уже правильно. Дети независимые, самостоятельные. Они получают заработную плату, они работают и выезжают на сессии, учатся и остаются в городе. То есть, это тоже очень приятно. Да. А в процессе учебы ребята обязательно должны быть в составе коллективов, которые созданы при колледже, или это необязательное условие? Это обязательное условие, так как в учебных планах и программах есть обязательный предмет. Есть дирижирование, есть оркестровые классы. То есть, они обязательно должны заниматься и учиться, работать в составе какого-то коллектива. Потому что, когда они получают свои дипломы, там в квалификации прописано, что они еще руководители творческих коллективов. То есть, они должны самостоятельно уметь в них работать. Да, этому нельзя научить, если сам не умеешь. И у самого не было такого жизненного опыта. Но вообще, наверное, не каждый талантливый человек, музыкант или исполнитель может быть учителем. Вы такую профориентационную работу ведете? Человек он для сцены? Или человек он для преподавания? Ну вот для этого нужна практика. То есть, у нас есть практика и концертная деятельность. То есть, дипломы они все получают одинаковые. Но, естественно, пока они обучаются, каждый для себя решает. Он будет музыкантом, он пойдет в филармонию работать, в городские оркестры, или он пойдет учителем в школу искусств. То есть, что кому ближе? Ну, как правило, для того, чтобы быть музыкантом сразу же хорошим, нужно тоже показывать какие-то результаты и в процессе обучения. Они должны быть для того, чтобы работать в серьезных коллективах, в гомельских коллективах, они должны быть хорошими профессионалами. А когда они приходят работать в школу искусств, за ними обязательно закрепляется наставник. И этот наставник ведет нашего выпускника. И мы тоже два года обязательно контролируем все эти процессы. Помогаем всячески. Они к нам обращаются. И мы работаем вместе уже с учреждением образования. И тогда вот и выясняется. Иногда бывали такие случаи, что учащийся от работы в шел поступать в высшее учебное заведение не по специальности. Например, Академия МВД. Ну, вот такая закалка в колледже Соколовского, что, в принципе, не страшно потом пойти в Академию МВД. Ну, бывали и такие случаи. А теперь пойду получу нормальную профессию. Думает ребенок или думают его родители. Ну, может, его родители, да. Да, такое тоже не исключено. А вот вы отслеживаете, как в дальнейшем складываются судьбы ваших выпускников и чьи звезды загораются на небосклоне? Поддерживаете в дальнейшем связи? У нас в колледже существует такая преемственность. Наверное, не только у нас в колледже. Ну, вот могу сказать по своему учреждению образования. У нас работают преподаватели более опытные. Работают преподаватели, которые являлись учениками преподавателей, с которыми сейчас они вместе работают. И наши же выпускники, которые закончили высшее учебное заведение, тоже приходят в колледж на работу. То есть вот такая преемственность существует. И очень всегда интересно наблюдать. То есть старшие товарищи никогда не оставят в беде своих младших. Всегда подскажут, помогут. Потому что обучение продолжается. Именно на практике обучение продолжается. Поэтому, наверное, такая, вы знаете, атмосфера в колледже такая, как дома. Наши выпускники, когда приезжают из высших учебных заведений, там же из всей республики учащиеся, студенты. А к нам приходят и говорят, ну что, ребята, соскучились. Они говорят, да, здесь как дома. Но на самом деле такая атмосфера, такая доброжелательная очень. Именно на развитие ребенка, на поддержку ребенка этого мы стараемся. И звезды, они все уже звезды. Они уже закончили, они уже профессионально работают. А многих мы слышим. Дети приезжают к нам на конкурсы, хорошо создают академические концерты. Где-то они выступают, поют, поступают в высшее учебное заведение. Не только нашей страны, но и в Россию поступают. В Питер, в Москву. То есть это всегда очень радостно. Приезжают, выступают, иногда дают даже какие-то мастер-классы здесь. Иногда со своими программами приезжают, концерты дают. Очень приятно их видеть, наблюдают за их ростом, развитием. Ну, на самом деле, просто быть талантливым мало. И даже трудолюбивым все еще мало. Важно встретить талантливого педагога на своем пути. С преподавателями колледжа искусств познакомились наши корреспонденты. Давайте посмотрим сюжет. История Гомельского колледжа искусств имени Соколовского неотделима от истории всей музыкальной культуры Беларуси. За годы своего существования колледж подготовил и выпустил свыше 5000 специалистов. Среди его выпускников десятки блестящих талантов, хорошо известных не только в нашей стране, но и за ее пределами. Народный оркестр белорусских народных инструментов здесь создали в 1959 году. За годы своего существования оркестр неоднократно становился победителем республиканских конкурсов. Руководитель коллектива Владимир Иванов говорит, что к выпускному курсу участники коллектива становятся настоящими профессионалами. И, наверное, совсем не случайно оркестр народных инструментов пригласили принять участие в концерте «Дружбы», прошедшем в рамках первого форума регионов Беларуси и Украины. Учащиеся вышли на сцену вместе с украинским оперным певцом. Когда приехал солист, получилось, что немножко у него была другая трактовка той песни, которую он пел. Он пел украинскую песню «Два курили». Конечно, это интересно, что под белорусские народные инструменты поется украинская песня. Но это культура у нас безграничная фактически. И очень хорошо, что вот так было. Хороший солист, он в оперном театре поет давно. Ну и когда вышли на сцену, вышли прекрасно. Там было, конечно, все очень так поджато. Они вышли красиво, отыграли и также красиво исчезли. Сыграли достойно. Поэтому я, в принципе, доволен выступлением. Поэтому я их уже поощрил немножко оценками. Постороннему человеку кажется, что репетиции в колледже Соколовского не прекращаются ни на минуту. Народный оркестр народных инструментов на сцене сменяет заслуженный любительский камерный оркестр Республики Беларусь. Его основателем и руководителем с 1997 года является преподаватель колледжа Александр Мазепин. За сезон камерный оркестр дает в среднем около 30 концертов. В репертуаре коллектива более 200 произведений различных жанров, от классической музыки до джазовых пьес. Впрочем, часто зрители привлекают не только музыка, но и сами инструменты. Среди струнных смычковых контрабас, пожалуй, самый необычный. Сами учащиеся называют его благородным инструментом и к занятиям относятся со всей ответственностью. Тем более, что в декабре этого года два гомельских контрабасиста отправятся в Санкт-Петербург, где примут участие в международном фестивале «Планета контрабас». Не знают родители, не знают люди, что это за инструмент, какие перспективы. А у контрабаса самые большие перспективы. Контрабасист, который занимается, оканчивает колледж, оканчивает консерваторию, у него открывается дорога в весь мир. Профессиональные оркестры. Работы очень много профессиональной. Интересные работы. Возрождение и пропаганда песенной национальной культуры Беларуси. Это, пожалуй, главная задача, которую решает народный хор «Радийка». Отсюда и репертуар, календарно-обрядовое произведение, обработки белорусских и русских народных песен. В мае этого года коллектив принял участие в конкурсе славянской песни, который прошел в эстонском городе Силамяэ. Официальные места на нем не присуждались, однако гомельчане были явными лидерами, исполнив песни на белорусском, русском и украинском языках. Ты грязная и милская, ты грязная и русская, Махиневская и русская, дорогая белорусская. Сегодня в Гомельском государственном колледже имени Нестора Соколовского работают два заслуженных и 12 народных коллективов, в их числе народный академический хор. В копилке этого коллектива достаточно дипломов и званий, в том числе лауреата специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Сюда приходят, чтобы дарить людям искусство. Есть, как всегда, талантливые, ну есть, может быть, с менее яркими способностями, но когда они попадают в творческую обстановку и начинают чувствовать работу в коллективе, в хорах, индивидуальные занятия, которые направлены на развитие их творческого потенциала, как-то они выравниваются, и многие дети, в общем-то, поступая, имеют весьма средние данные, а заканчивают очень даже успешно. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях директор колледжа искусств имени Соколовского Татьяна Пузыренко. Татьяна Ивановна, на счету ваших коллективов бесчисленное количество наград, побед в самых разных конкурсах, не только в нашей стране, но и за рубежом. Какими их достижениями вы, как руководитель, особенно гордитесь? Действительно, их бесчисленное множество. И все учащиеся или коллективы, которые получают гран-при или получают дипломы первой, второй, третьей степеней на международных конкурсах, мы подаем их на поощрение специальный фонд президента по поддержке талантливой молодежи. И ежегодно у нас есть коллективы и учащицы, которые поощрены именно этим фондом. Конечно, это самая высокая для нас награда. В этом году только у нас два коллектива. Академический хор и хореография современная Валентина Исакова и контрабас Чфарков Иван. То есть мы, конечно, этим очень гордимся. И это хороший показатель для учреждения образования. Мы не просто учреждения образования. Колледж, которому уже больше 90 лет. Уже скоро 100 будет лет. Это еще и центр культурной, музыкальной жизни нашего региона. Конкурс «Музыка надежды». Расскажите о нем. Уже больше 20 лет проходит. Вы у себя принимаете молодые таланты. Становится ли он той самой надеждой для юных исполнителей, которые только начинают еще свой путь? Этот конкурс основан был в 86-м году, сразу после Чернобыльской катастрофы, для того, чтобы поддержать молодых, талантливых, перспективных музыкантов. Проводится он ежегодно в разных номинациях. Это фортепиано, это струнные и смычковые инструменты, и духовые, и ударные инструменты. Вот цикличные, каждые три года, то есть по какому-то из этих инструментов проводится конкурс. Конкурс, мы говорим, что он двухтурный, но там больше туров. То есть сначала во всей республике проводятся обязательно свои конкурсные отборы. Это Витебс, Гродно, Могилев, Минск, Минская область присылают свои кандидатуры, уже отобранные на своих каких-то прослушиваниях. Далее у нас тоже здесь два тура. То есть если учащийся, это для школ искусств, то есть это возраст, именно школьники колледжа не принимают участие. И те дети, которые уже приехали к нам на конкурс, они уже победители. То есть вот на них смотришь, они талантливые, одаренные, у них большие перспективы, и скорее всего практически все эти дети будут связывать свою дальнейшую судьбу с музыкой, с искусством. А было какое-то выступление, которое особенно вам запало в память? Можно сказать, на каждом конкурсе есть такие учащиеся, которых можно слушать бесконечно. Они поражают своим возрастом. Средняя группа или младшая группа играет, как в старшей группе, и такие перспективные. Но хотелось бы сказать, вот последний у нас конкурс был, где наша девочка взяла гран-при. Это девочка первой музыкальной школы искусств Чайковского, это девочка Смольникова Полина на виолончели, преподаватель Гулай Наталья. Дважды Гомельщина брала гран-при на этом конкурсе, и дважды педагог один и тот же, да. То есть Гулай Наталья. Замечательный педагог, замечательный учащийся. И в связи с этим хотелось бы сказать, вот, когда встречаешься именно с членами жюри, которые видели все, и даже смотришь по их лицам, когда они работают на этом конкурсе, видавшие виды педагоги, заслуженные деятели культуры и Белоруссии, и зарубежных стран, потому что жюри международное, и они зачастую бывают настолько удивлены происшедшим. Вот последний случай был у нас такой. Владимир Павлович Перлин был председателем жюри на этом конкурсе. И он сказал, что вот этой девочке нужно дать гран-при. Хотя, в принципе, и эта девочка, и его ученик, они, в принципе, можно было поспорить. Но как председатель жюри оценил нашего ребенка и сказал, что она играла на обыкновенном инструменте, а не на кремоне, как его ученик, что она занималась у просто рядового педагога. Мы о педагогах сегодня говорим, что значит талантливый педагог. И девочка это получила гран-при. И мы горды, и дальше будут эти конкурсы, конечно, только развиваться. Есть еще и более молодой конкурс у вас, который называется «Мой сябра баян». Лично меня очень трогают малыши, у которых в руках такой внушительный инструмент. Сегодня дети сами выбирают баян. Как вы думаете? Ну, конечно, это и заслуга преподавателей, в том числе и преподавателей колледжа. Сам конкурс этот зародился в стенах колледжа Соколовского. Малеров Сан Саныч, ныне покойный, он организовал это мероприятие. Сначала он был такой областной, потом он был областной, республиканский. И потом, в общем-то, он стал международным конкурсом. Каждый раз, это раз в два года, иногда раз в три года, собираются учащиеся с преподавателями и играют в свои программы. Их бывает иногда 100 человек, иногда чуть больше. Это большое количество. И наши преподаватели все баянного отделения, они все, в общем-то, заняты этим мероприятием. Поэтому у нас нет никогда проблем с набором учащихся на это отделение. И я считаю, что это большой положительный эффект, который именно наши преподаватели, они вместе это сделали. Хорошо, что он живет. Один из самых народных, самых любимых инструментов, что он в руках у молодых людей, у талантливых, одаренных, которые будут это наследие наше беречь. Татьяна Ивановна, есть несколько вопросов, которые пришли к нам на Вайбер и две минуты до окончания эфира. Можем коротко ответить. В колледже много творческих коллективов. Какой из них у вас самый любимый? Провокационный вопрос. Да, это все равно, что у мамы спросить, какого ребенка вы любите больше. Вы знаете, я люблю все коллективы одинаково и стараюсь им помогать для того, чтобы они развивались, для того, чтобы действительно люди видели, что у нас есть что посмотреть, есть что показать и есть чем гордиться. Коллективы люблю все. Преподаватели, которые работают с этими коллективами. И учащиеся, которые в этих коллективах. Конечно. А нет идеи что-то еще новенькое организовать? Ребята не предлагают? У них-то наверняка идеи множество. У ребят идеи множество, но времени, к сожалению, практически нет. Они по 4-6 часов занимаются только специальностью. Это я еще раз повторяюсь, наверное, очень тяжелый труд. Но мы в мае месяце сделали интересное мероприятие. Педагоги сделали концерт. И будем это продолжать. Будем давать возможность раскрываться и педагогам. А они готовы. Им тоже нужно выступать, конечно. Какой средний возраст преподавателей колледжа? Больше опытных педагогов либо молодых? Вот мы как раз увидели больше опытных в сюжете. Но есть же наверняка и молодые. Конечно. Я уже говорила, у нас есть преемственность. У нас приблизительно одинаковое количество молодых специалистов среднего возраста и опытных педагогов. И все они работают, в общем, на одно дело. Остается только пожелать вам успеха. Пожелать успешных выступлений вашим юным звездочкам. Конечно, экзаменов, наверное, впереди тоже наверняка. У нас сейчас аккредитация колледжа. Серьезно, раз в 5 лет. Вот сейчас у нас 19 числа аккредитация. Я тоже хочу вам педагоги, учащиеся, кто меня смотрит сегодня, пожелать уже всем успехов. Я верю в вас. Спасибо, Татьяна Ивановна. Директор колледжа искусств имени Соколовского Татьяна Пузыренко была сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание, за ваши вопросы и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин